О наставлениях, святые отцы. Наставление к прекрасному не бывает без Божьего совета, святитель Григорий Низкий. Кто со страхом Божиим вразумляет и наставляет согрешающего, тот приобретает себе противоположную проступку добродетель, преподобный Марк Подвижник. Кто хочет для других служить зеркалом, тому предварительно надо рассмотреть самого себя, преподобный Ефрем Селин. Кто пользовался большим наставлением, тот, нарушив закон, должен подвергнуться и большему наказанию, святитель Иоанн Златоуст. Кто немощен душой и учит друзей своих, то подобен человеку, который слеп глазами и указывает другому дорогу, преподобный Исаак Селин. Да, как это все страшно. И слова апостола, братья мои, немногие из вас, будьте учителями, чтобы не попасть в большее осуждение. Это страшно. Но мы должны знать, что для нас, может быть, уже последних православных, я же не берусь говорить такое громкое слово христиан, чем нужно заслужить это имя лучше духовного наставника, чем святитель Игнатий Бенчанинов найти. Православные, не ищите знатных, начитанных, славных мира сего, гибнущего, подкованных в поэзии, живописи, литературе, истории, умеющих красиво быстро говорить, подкованных в музыке, с двумя, то, может быть, и с тремя высшими образованиями, с богатой биографией, кандидатов, докторов, а ищите смиренных. Как в свое время Диоген с фонарем ходил днем и искал человека, так и мы должны искать наставников смиренных. Здесь, в этой помойке, в интернете их не найти. Нет. Не могу. Вот, знаете, может быть, я действительно что-то не понимаю. Я не знаю, скорее всего, потому что сам не смиренный, поэтому я и не вижу. Да. А вот когда много приходится слышать, ну, подруги верующие, «Ой, я была, я ездила, я нашла себе руководителя». Я говорю, где же ты нашла? Ой, не скажу. А где же, скажи, все-таки? В Сибири. Ой, он такой подвижник. Он мороз босиком ходит. Он ничего не ест. Вот он то да сё. Он мне предсказал болезнь моего внука. Слушайте, как всё наивно, а? По каким признакам ищут прозорливцев, наставников. Там тоже знакомые мои. И Аникия, этого, которого отлучили из, по-моему, из Ивановской, что ли, пархии. И Аникия такой известный. И Саналишвили, и всё такое. И сейчас очень много. А смотрите, как Господь забрал. Был такой Герман, бесов изгонял по расписанию. Господь забрал. Сколько нас лишил Господь тех, кого мы считали духовными наставниками? Священников, архимандритов. Нет. Я не знаю. Это лично моё мнение. Царство Небесное, кого Господь забрал. Но сейчас вот нет, никого не осталось. Из тех, кого вот нам приходится слышать, не знаю. Вот моё такое мнение. Это моё личное мнение. Если вы меня аж простите. Меня никто, никто из вот этих медийных священников не вызывает такое ощущение, чтобы бежать без оглядки и спрашивать, вот как мнение. Вот не доверяю. Но я не знаю, почему. Вот только кто-то понравится. Две-три лекции. Раз, что-нибудь такое. Найду, что просто уже не хочется уже спрашивать. Как один очень известный священник очень уж известный у нас троица Сергия Лаври рядом с церковью его настоятель Однажды в одном монастыре рядом со мной, где я живу лекцию проводил. А лекция была такого содержания Божественная Евхаристия индивидуальный трамплин Царствия Божия или знак вопроса. Вы знаете, я думаю, пойду хоть узнаю что это за лекция. Я пришел ну, там задал несколько вопросов понятно не буду я говорить все подробности но я Алексея Ильичу, конечно, написал вот а он мне знает, что написал совершенно варварское название лекции вот ну и и потом еще сам часто я упоминал его этого священника известность она же ни о чем не говорит а люди лезут ой ой, боже мой ой, вот этот батюшка известный а святость не любит себя выказывать скорее всего не священники а кто-то из мирских людей которых мы не знаем и Господь скрывает их они есть и мир стоит ради них как вот не будет больше десяти, да как Алексей Ильич Осипов все время в лекциях своих проводит тот случай, да когда Авраам унивилось ангел вот ты не погубишь спрашивает Авраам если будет там тридцать двадцать пятнадцать верующих нет а десять нет, не погублю и отошел ангел то есть существует какая-то норма людей ради которых Господь свою вот свой гнев на нас не насылает это пока еще цветочки пока еще цветочки вот дальше все будет гораздо хуже если мы будем себя так вести и жить без благодарения без учения молитвы вот так вот дорогие мои друзья вы же меня простите вы же я наверняка не думаете что я что-то претендую какое-то учительство мне так хочется найти учителя ну нет нет нету сейчас кто-то там ищет потому что по своим по своим страстям Господь и посылает им может быть скорее всего не Господь ой Боже мой да помоги нам Господи научиться молиться учиться учиться хоть каждый день читать книги духовные не акафистые не читать вот это слово читать ты вычитал ты прочитал молиться учиться я вот лично не умею я вам честно говорю не лицемерно нет 30 лет отхожу а что толку ну не знаю что дальше делать вот болезни только мы и как святитель Иоанн Златоуст и говорил что в последние времена не будет людей никаких подвигов будут спасаться терпением болезней и скорбей помоги Господи не знаю Продолжение следует...